Город воинской славы Ржев отметил 78-ю годовщину освобождения от немецких захватчиков. В честь этой даты прошли торжественные митинги, а к мемориалам возложили венки. В пранчных мероприятиях принял участие глава региона Игорь Руденя. Губернатор посетил памятные места и пообщался с ветеранами Великой Отечественной, память которых еще хранит воспоминания о событиях тех страшных дней. Подробности у Валерии Королевой. Город Ржев. Снимите шапки. Говорите тихо. Запомните, на этом рубеже 502 дня бесчистого лалиха. Ржевская земля пережила 17 месяцев оккупации, одни из самых кровопролитных сражений. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке Советско-Германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватил территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. Ужасы того времени вспоминает участник войны Евгений Шелихов. На тот момент ему было всего 15 лет. Мы такие ужасы пережили, ужасы войны, что никогда не забудутся. И то, что было здесь, на жидкой земле, и вообще такая страшная война, конечно, она никогда не смоет из земли. С 14 октября 1941 года город был оккупирован фашистами. 3 марта 1943-го враг покинул город. Эта дата и стала днём освобождения Ржева. Каждую годовщину жители города вспоминают героев, павших за родную землю. Торжественные мероприятия проходят сразу в нескольких памятных местах. У Стелла воинской славы прошёл праздничный митинг. Губернатор Тверской области и участники войны возложили венки к монументу. Здесь, на Ржевской земле, на берегах Великой Русской реки Волги, с 1941, 1942 и 1943 года развернулась одна из самых затяжных и кровопролитных битв Великой Отечественной войны. И сегодня нас всех объединяет гордость нашим богатым историческим и духовным, и культурным наследием древнего города Ржева, его уникальным вкладом в защиту Отечества. Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших воинов, а также возложили цветы к обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, где проходили войска ржевского гарнизона. Бои под Оржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Губернатор Игоря Руденя, обращаясь к ветеранам и жителям территории, назвал день освобождения ржевской земли от оккупантов особой датой в героической истории Тверского края и всей страны. Еще раз благодарен президенту Российской Федерации, который сказал, что невозможно сегодня скрывать те цифры, которые были опубликованы военными историками. Это 1 миллион 344 тысячи человек, которые отдали свою жизнь за освобождение нашей земли именно вот на этой территории. Первые торжественные мероприятия прошли у мемориала советскому солдату, который был открыт в июне прошлого года к 75-летию Великой Победы. Этот монумент имеет особое значение для Ржевского района, ведь он еще один символ народной памяти – преклонений перед самоотверженным подвигом советского солдата. Также память павших героев почтили у мемориального комплекса «Сишка» в деревне Кокошкино. Там глава региона встретился с почетными гражданами Ржевского района.